Всем привет и добро пожаловать на Stratford End Россия KCOM Stadium. Домашняя арена Халл-Сити готова принять в эту субботу 27 августа на своем поле Манчестер Юнайтед. Одного из главных претендентов на титул чемпиона Англии сезона 2016-2017. С вами Алексей и в сегодняшнем превью мы поговорим о предстоящем матче. Какова ситуация в стане Халл-Сити, какова ситуация в стане Манчестер Юнайтед. Вы услышите краткую сводку новостей Манчестер Юнайтед за неделю. И затем, как обычно, по традиции мы попытаемся предсказать статковый состав Манчестер Юнайтед на предстоящий субботний матч. Давайте начнем с Халл-Сити. Халл-Сити провел три матча уже. Два из них в английской премьер-лиге и один в кубке лиги. Давайте начнем с самого начала. В первом туре матч открытия английской премьер-лиги был Халл-Сити. Встречался с Лестером и этот счет, ну, то есть они встречались с чемпионами Англии, понимаете, да? То есть Лестер приехал в гости к Халлу как фаворит, как действующий чемпион. И то ли от недонастроя, то ли еще от чего-то, я не знаю от чего. Ну, в общем, Лестер проиграл со счетом 2-1. При этом сначала Халл вышел вперед, они подавали очень много угловых в первом тайме. По-моему, все угловые были поданы в первом тайме Халл-Сити. И первый гол пришел именно с углового. Сначала Шмейхель спас свою команду, Каспер Шмейхель. Но затем двое афроамериканцев в блестящем прыжке, мне кажется, они оба коснулись этого мяча, пробили по мячу по этому самому. И он залетел в сетку ворот Каспера Шмейхеля, сделав счет 1-0. Таким образом, Халл-Сити повел. Спустя некоторое время Рият Морес с пенальти сравнял счет. Таким образом, счет в матче стал 1-1. И на последних минутах Роберт Снотграсс вывел Халл-Сити вперед и подарил таким образом победу своей команде. Блестящим ударом с лету Каспер Шмейхель здесь уже тоже ничего не мог поделать. Второй матч Халл-Сити проводил в гостях. Он ездил в Уэльс, а именно к Свонси. И этот матч тоже закончился победой Тигров со счетом 2-0. Забили голы. Но на самом деле там матч был достаточно близкий. И Слонси мог забивать, и Халл-Сити мог забивать до 73-й минуты, пока на поле не появился Шон Малуни, который на 79-й минуте уже забил первый гол с углового. Опять же, с углового забивает Халл-Сити. И второй мяч Абель Эрнандес забил тоже с передачи Шона Малуни. Таким образом, Халл победил и набрал 6 очков из 6 возможных в первых двух турах АПЛ. И располагается сейчас на третьем месте, уступая Манчестер-Сити и Манчестер-Юнайтед, которые располагаются на первом и втором местах соответственно, только по разнице забитых и пропущенных мячей. Таким образом, этот матч, который мы будем смотреть, матч между Халл-Сити и Манчестер-Юнайтед, потенциально будет за первое, а то и за второе место в АПЛ, естественно, промежуточное. Помимо этого, Халл-Сити уже стартовал, как я сказал, в Кубке Лиги и сыграл он с Эксетер-Сити, сыграл тоже победно, то есть 3-1, совершив так называемый камбэк, как модно сейчас выражаться, то есть возвращение, да, или выиграл матч, проигрывая по его ходу. Халл-Сити вышел немного расслабленным на этот матч, за что и поплатился уже на 24-й минуте. Эксетер-Сити вышел вперед усилиями Джейка Тейлора, но спустя всего 2 минуты Дио Манде сравнял счет. Таким образом, счет стал 1-1. И с таким счетом команды ушли на перерыв. Второй тайм начался с обоюдных ошибок, и те, и другие могли забивать, но, тем не менее, более удачливым оказался Халл-Сити, и на 77-й минуте Ивуарийц вывел свою команду вперед, сделав счет 2-1. Ну а на 81-й минуте, то есть еще 4 минуты спустя, Роберт Снотграсс выдал свою команду в следующий раунд Кубка Лиги, и таким образом, можно сказать, завершил этот матч со счетом 3-1. Вот такие вот матчи, то есть, как мы видим, Халл-Сити провел 3 матча уже в этом сезоне, и все 3 они выиграны, и это несмотря на то, что перед началом сезона команда лишилась главного тренера, которым был Стив Брюс. Если вы его помните, а вы его, я уверен, что помните, потому что это бывший игрок, бывший капитан Манчестер Геннайтед, он тренировал Халл-Сити в чемпионшипе, еще до этого в премьер-лиге, вернулся, собственно, он вернул команду в английскую премьер-лигу, но затем случился какой-то конфликт с руководством, и руководство попросило Стива Брюса, и руководство дали шанс, кому бы вы думали, Майку Феллону, еще одному воспитаннику, еще одному бывшему игроку Манчестер Геннайтед, а помимо этого Майка Феллона связывает с Манчестером не только игрокская карьера, но также и тренерская. В 95-м он закончил свою карьеру, и затем занимал разные должности в клубе, но, естественно, все мы помним победный период Манчестер Геннайтед 2008 по 2013 год, когда Майк Феллон был первым помощником сэра Алекса Фергюсона, и мы завоевали под руководством, под их совместным руководством, несколько титулов чемпиона Англии. Так вот, Майк Феллон удачно стартовал с Халл-Сити, да, и, ну, казалось бы, да, три матча. Халл-Сити вроде не такая сильная команда, очень таких вот топовых трансферов у них не было, они подписали одного игрока как свободного агента, одного, еще одного оформили как трансфер, но это средние игроки, я не уверен, что именно их о чем-то кому-нибудь говорят, кроме фанатов Халл-Сити, и, несмотря на то, что Майк Феллон до сих пор является исполняющим обязанности тренера, вполне возможно то, что его оставят на сезон, учитывая результаты, которые показывает команда для Халл-Сити, это результаты выдающиеся. Кто знает, возможно, мы наблюдаем новую сказку а-ля Лестер-Сити прошлого сезона, шучу, конечно, я, конечно, не думаю, что Халл-Сити станет чемпионом, но, с другой стороны, кто ставил на Лестер в начале того сезона? Все говорили, что да, это промежуточный лидер, вот сейчас они подперутся к боксин-дэй и все, вот прошел боксин-дэй и все, и в итоге Лестер стал чемпионом Англии, и будет играть и в лиге чемпионов, и в чемпионате Англии, разумеется. Сейчас, правда, чуть-чуть другое отношение уже к Лестер-Сити, но, да, не будем о Лестер-Сити, давайте вернемся к Халлу. У Халла шесть травмированных игроков, поэтому, скорее всего, на свой третий матч подряд в премьер-лиге, матч против Манчестер Юнайтед, Майк Феллон выберет тех же, кто играл у него первые стартовые два матча. Вы можете увидеть сейчас схему расстановку игроков в матче со Свонси, да, простите, со Свонси, и на воротах у них Якупович, в защите слева-направо Робертсон, Дэвис, Ливермо и Эль Мухаммади, в центре играют Мейлер, Хадлстоун и Клукас, и трое нападающих, или тройка атакующих игроков, это Роберт Снудграсс, Абелер Ландес и Адама Диоманде. На кого стоит обратить внимание? Конечно же, на пару, или на тройку даже. Я думаю, что на тройку, потому что Абелия Эрнандеса я бы не стал списывать со счетов, но сейчас, разумеется, выделяется Диоманде, поскольку он забил два гола в Кубке Лиги, и один поделил, так скажем, с Абелем Эрнандесом в первом туре, это гол Лестеру, вот эти двойные ножницы. И Роберт Снудграсс, потому что он был признан лучшим игроком матча со Свонси, и он, то есть это второй тур АПЛ, в первом туре АПЛ он принес победу своей команде, плюс он принес победу своей команде в матче с Эксетер Сити. То есть вот эти вот три игрока, атакующая тройка, они все достаточно мощные, они достаточно быстрые. Насчет техники я бы не был столь категоричен, в общем, все-таки много голов они забили, так скажем, ну, такие везучие голы. Тем не менее, нашим защитникам стоит быть с ним осторожным, с ними осторожным, потому что они очень рослые и мощные. Это не должно стать для нас проблемой, но, тем не менее, как взаимодействовать при угловых, очень сильно надо опасаться угловых, потому что все-таки делает, видно, что команда Халл Сити делает ставку на стандартные положения, и именно на угловые. С Лестерова они забили с углового, а со Свонси они забили с углового, ну, только что с Эксетер Сити они не забили, но не довелось. Довелось забить с игры им больше, но тем не менее. Вот такой вот состав, такая вот ситуация в Халл Сити. Давайте переключаться на нашу команду, на команду Манчестер Юнайтед. Потрясающую игру поддемонстрировали красные дьяволы в прошлую пятницу. Дебют Поле Погба, дубль Златан Ибрагимович. Я напомню, что мы играли с Саут Гемптоном на Улт Траффорд, и этот матч закончился со счетом 2-0. Его багала забил швед Златан Ибрагимович. И в преддверии матча с Халл Сити Златан может побить рекорд, а именно, который держался уже 91 год. В сезоне, простите, сейчас я посмотрю, в сезоне 1924-1925 годов Джимми Хансон забил 4 гола в своих первых трех стартовых матчах. Златан, если забьет, он может догнать предыдущего исполнителя и таким образом внести свое имя в историю Манчестер Юнайтед уже в третьем матче в английской премьер-лиге. Помимо того, что Златан может поставить рекорд, еще могут появиться на поле, снова ждут, конечно же, все ждут поле Пагба. Очень интересная ситуация у нас в защите. Но давайте об этом чуть-чуть позже. Я дам вам краткую сводку новостей, что случилось на этой неделе, а именно с прошлой пятницы до сегодняшнего четверга. Прошла почти неделя. Какие новости? Златан и Манчестер Юнайтед пришли. Нишан Бурхард, 16-летний голландец, присоединялся к Академии клуба. Клуб анонсировал это еще... Ну, это неофициально было анонсировано еще в апреле месяца того года. То есть еще при Луи-Вангале. И вот сейчас все детали согласованы и с семьей мальчика, и с самим футболистом. Будем надеяться, что в ближайшие годы мы услышим об этом голландце чуть больше. И, возможно, через несколько лет увидим его в матче за первую команду. Двигаемся дальше. Еще одна новость, связанная с арендой или трансферами игроков. Это, конечно же, аренды нашей молодежи. Очень много у нас молодежи. Луи-Вангал дал дебютировать многим из них. Однан Янузай уже уехал в Сандерленд и забил там, кстати, первый гол в Кубке Лиги. За ним следом проследовал Джеймс Уилсон. Только не в Сандерленд, а в Дерби-каунте. То есть Джеймс Уилсон – это форвард молодой, дебютировал при Райне Гигзе в сезон, когда команду возглавлял Дэвид Моэс. И, если помните, в последнем туре как раз против Халл-Сити он играл и забил два мяча после голевых передач скидок Моруана Филуини. Так вот, следующий сезон Джеймс приведет в аренде в Дерби-каунте. Еще один молодой игрок, который дебютировал уже при Луи-Вангале, это Кэмерон Бортфик Джексон. Мы помним его по матчам с Вольсбургом, и дебютировал он еще в том сезоне. И играл достаточно неплохо, на мой взгляд. Но, тем не менее, Джузе отправил его также в аренду в чемпионшип в Уолверхэмптон. То есть Кэмерон отправился также в аренду на весь сезон в команду Волков. На основе постоянного трансфера теперь уже перешел Тайлер Блэкетт тоже в чемпионшип в ридинг. Если вы помните, Тайлер Блэкетт дебютировал в первый сезон у Луи-Вангала у руля Манчестер Юнайтед. Смотрелся, в общем-то, на фоне травм и на фоне своих молодых лет смотрелся достаточно нормально. Не скажу, что надежно. Тоже Падди Макнейр играл гораздо лучше, но раз уж Падди Макнейра продали в Сандерлинг, то Блэкетту тем более не было места в планах Джузе Муринию. Поэтому Тайлер уехал в ридинг. Кстати, тренер ридинга никто иной, как наш с вами старый знакомый голландец Япстам. И он сказал, что Тайлер Блэкетт хороший молодой защитник, и я надеюсь с ним отлично поработать. Пожелаем удачи Тайлеру. Таким образом, три игрока Манчестер Юнайтед на текущий момент встретят друг друга в чемпионшипе в текущем сезоне. Пожелаем всем удачи. Еще один трансферный слух, так скажем, связанный с защитником, это Фил Джонс. С Филом Джонсом связывают Сток Сити и Арсенал. Сток Сити сделал запрос, и пока официального ответа от МЮ не последовало. Но как только Арсенал сделал свой запрос, да, Арсен Венгер захотел видеть в своей команде молодого, ну, относительно молодого, 24 года ему уже англичанина. И, соответственно, Жозе в своем стиле, он немножко подкалывал Венгера и сказал то, что да нет, конечно, Фил входит в мои планы. Ну, я не удивлюсь, если Фил Джонс в итоге уйдет из команды на основе постоянного трансфера, но только не в Арсенал. Разумеется, Жозе в здравом уме никогда не продаст никого Арсена Венгерова, потому что у них такие очень специальные отношения. Далее, какие еще новости были на этой неделе? Бастиан Швайнштайг разместил пост во многих соцсетях, я лично видел его пост в Твиттере, там он сказал, что я хочу пролить свет на ситуацию, которая происходит между мной и Мачестер Юнайтед. В настоящий момент я напомню, что Бастиан тренируется с молодежной командой и не попал в заявку ни на первый матч, ни на второй, и не было его в заявке даже в матче за Суперкубок Англии. Бастиан Швайнштайгер очень хороший профессионал, он заявил, что я готов бороться за свое место в составе Мачестер Юнайтед. Есть только один клуб в мире, который мог побудить меня уйти из Баварии, и это МЮ. Собственно, теперь я здесь и буду отвоевывать свое место в составе. Я не знаю, что там происходит между Жоземо Уренью и чемпионом мира 2014 года Бастианом Швайнштайгером, но я практически уверен, что это должно разрешиться до 1 сентября, потому что, ну, понятно, закрывается трансферное окно, и, вы знаете, независимо от исхода этой ситуации, хочется, чтобы Бастиан у нас остался. Потому что, ну, это очень опытный полузащитник. Я понимаю то, что сейчас такая двоякая ситуация, все мы хотели, чтобы к нам в команду пришел Поль Пагба, и мы понимали, что, в принципе, Бастиан и Поль Пагба – это игроки практически одного калибра. Теперь Поль Пагба к нам пришел, и мы не хотим отпускать Бастиана. С одной стороны страна, с другой стороны не очень, потому что, на мой взгляд, Бастиан может дать команде баланс, он может выходить на замены. Если он согласен с такой ролью, я уверен, что с Жоземо Уренью они договориться смогут, если нет только там каких-то личных конфликтов. Помимо этого, Бастиан сказал, что Манчестер Юнайтед будет его последним клубом в Европе. Это стоит расценивать так, что если он и уйдет куда-то, то только в Америку, или в Китай, или еще куда-то. В Европе, помимо Манчестер Юнайтед, Бастиан ни за кого больше играть не будет. Очень хочется его сохранить, хотя бы на сезон. Если такие игроки, как Дермиан, Эрера заслуживают второго шанса, и Морган Шнайдерлин тот же, нет же такого отношения, как к немцу. Я понимаю то, что и Морган, и Эрера, и Дермиан они моложе, но тем не менее и Шнайдерлин, и Дермиан, они пришли в одно время со Шаннштайдером, то есть год назад. И почему они сейчас получают шанс, а Бастиан нет, не знаю. Будем следить внимательно за этой ситуацией, будем освещать ее в наших выпусках. Пока что я поделился с вами той информацией, которой обладаем. Прошла на днях жеребьевка Кубка Англии, и в Кубке Англии мы встретимся с Нордгемптоном, и матчи эти пройдут 21 и 20 сентября, соответственно. Так что уточняйте в календаре, когда точно будет игра Манчестер Юнайтед. И сегодня, в пятницу, прошла жеребьевка Лиги Европы. К сожалению, мы не играем в Лиге Чемпионов в этом сезоне, но зато мы попали в Лигу Европы. Естественно, мы там были в числе самых сильных команд, то есть сейных. И получили в групповом этапе следующих соперников. Это Фенер Бакче из Турции. И угадайте, кто к нам приедет на Ултрафорд, если не уйдет в трансферный акт. Робин Ван Перси, человек, который принес нам 20-й, простите, я уже не читался о 21-м, 20-й титул Чемпионов Английской Премьер Лиги. Ван Перси вернется к нам на Ултрафорд на групповом этапе Лиги Европы. Далее голландский Фиринорд и украинский скромный Куб Заря. Вот такие вот неказистые, в общем-то, соперники. И, естественно, здесь нужно смотреть, какие задачи ставит Жозе Мауриню перед своей командой. Потому что если стоит задача все приоритеты сдвинуть на английскую Премьер Лигу, я бы не сказал, что из этой группы надо нам выходить легко. Хотя такие соперники, как и Заря и Фиринорд, ну, не знаю, Фенер Бакче посерьезнее. Но, на мой взгляд, даже второй состав Манчестер Юнайтед должен обыгрывать эти команды и выходить в стадию плей-офф. Нужны ли будут Жозе Мауриню матчи по четвергам? Все говорят, что они мешают, что участие в Лиге Европы не так престижно, как в Лиге Чемпионов. Потому что не те деньги, не те призовые. Но, господа, престиж клуба никто не отменял. И, на мой взгляд, клуб должен участвовать и стараться победить во всех соревнованиях, в которых он принимает участие, в которых он играет. И раз уж мы попали в Лигу Европы, надо ее выигрывать. К слову, это будет страховкой для Жозе Мауриню, если мы, не дай бог, я сомневаюсь, конечно, что так будет. Но, не дай бог, мы не попадем в первую четверку, не попадем в Лигу Чемпионов. Собственно, мы сможем попасть в Лигу Чемпионов, если выиграем Лигу Европы. Это я вам просто напомнил. Лига Европы тоже имеет, таким образом, свою ценность. Вот такие вот быстрые новости были. Давайте переходить к составу Манчестер Юнайтед. Жозе Мауриню заявил, что все готовы играть. То есть, все, кто был травмирован, дисквалифицирован или еще по каким-то причинам не играл. В распоряжении португальца есть перед матчем с Халл-Сити вся команда. И этим самым, вам честно говоря, он и так-то меня путал. Я не мог угадать ни разу состав. Сейчас он запутал меня в конец. У нас очень интересная ситуация. И давайте перемещаться ближе к составу. Я здесь нарисовал стрелочки, но не волнуйтесь. Я вам сейчас все объясню, какая стрелка, что означает. Пока что напомню, что 27 августа в 19.25 на телеканале Матч Футбол 1 состоится прямая трансляция матча Халл-Сити. Манчестер Юнайтед. Итак, давайте к составу. В воротах, ну, конечно, Давид Дехея. Здесь никаких сомнений нет. С флангами защиты у меня тоже сомнений нет. Справа Антонио Валенция, слева Люк Шоу. Но, господа, у меня есть сомнения по центру защиты. Точнее, у меня были сомнения. Свой выбор я здесь сделал. Сомнения были и следующие. Поскольку в Халл-Сити играют три мощных игрока в атаке. Это Адама Диуманде, это Абель Эрнандес и это Роберт Снотграсс. Все они достаточно мощные. Все хорошо играют головой, борются за мяч. Я думал сначала, что выйдут смоллинг и бои. То есть, вот такой вот сдвоенный, я хочу сказать, мощный центр. Один высокий, второй мощный. Ну, они оба мускулистые достаточно. И такой вот, как бы, кулак сформировать в центре защиты не помешало. С одной стороны. С другой стороны, когда у нас есть такие игроки, как Поль Багба, Златан Ибрагимович и Моруан Фивини. То есть, три таких здоровых вышки. Очень, тоже достаточно массивные. Они высокие все. И они отрабатывают на угловых. Даже Златан приходит в своей штрафной, чтобы отрабатывать на угловых. Поэтому бояться за угловые, ну, надо их опасаться. Я вам так скажу. Потому что видно, что Халл Сити делает ставку именно на угловые. Но, тем не менее, при наличии Фивини, Багба и Ибрагимовича, вряд ли нам понадобится смоллинг. Дейли Блинт выглядит пока идеальным партнером. И для смоллинга, и для бои. Поскольку смоллинг, ну, не знаю, Жозе Морини сказал, что в его распоряжении вся команда. Но смоллинг отыграл только несколько минут в предыдущем матче с Аутгемптоном. Да, он тренировался потом всю неделю. Но, не знаю, лично мне кажется, что здесь Жозе тоже ничего не будет менять. И я ставлю на пару в центре и Рик Баи, и Дейли Блинт. Дальше. В центр поля, да, два центральных полузащитника. Один из них, 100%, будет поле Пагба. Друзья, мы так долго ждали с вами этого трансфера. И если теперь Морини не будет ставить поле Пагба в состав, это будет глупо выглядеть. Потому что, на мой взгляд, поле Пагба – это тот футболист, вокруг которого будет построен этот Манчестер Юнайтед. Первый Манчестер Юнайтед – Жозе Морини. Я не знаю, сколько будет команд у португальца. У Фергюсона их было там то ли пять, то ли шесть, а может быть и семь. Кто-то насчитает составов, которые он обновлял, обновлял и обновлял, и продолжал выигрывать. Вот это будет первый состав Манчестер Юнайтед, который будет 100% построен вокруг поля Пагба. Потому что он достаточно молод, потому что его позиция бокс-то бокса, то есть, который играет от своей штрафной и до чужой, по всей ширине поля, это все подразумевает то, что поле станет связывать игру Манчестер Юнайтед, связывать оборону с атакой, связывать фланги, и вся игра будет идти через него. Поэтому сомневаться в том, что Поль Пагба выйдет на поле 27-го числа, не приходится. Кто же будет его партнером? Наверное, в этом главный вопрос у всех, потому что Муран Филойни откровенно плохо играл в концовке того сезона, ничего не показал в ноябре 2016, а в начале этого сезона его будто подменили. Мы разговаривали уже про звонок Жуза Мурини, когда португальца назначили на должность, он позвонил Филойни и сказал, не волнуйся, ты нет и никуда не уйдешь. И Филойни неплохо провел матчи с Лестером, с Саут Гемптоном и, конечно же, с Борнутом. Во всех этих трех матчах у него были разные партнеры. Это были в первом матче за суперкубок, это был Майкл Каррик, во втором матче был Андер Рер и в третьем был Поль Пагба. Мауриньо, ой, простите, Мауриньо Филойни, конечно же, он хорошо, достаточно хорошо провел матчи против этих команд. Ему подходит роль такого теневого полузащитника, как я уже говорил, то есть который не слишком сильно выдергивается вот сюда, вот вперед, но при этом, если Поль Пагба идет вперед, если Валенсия идет вперед и Люк Шоу также подключается в атаку, Филойни может сесть и играть в третьего центрального защитника, образуя тем самым вот такой вот треугольник своеобразный с Дейли Блиндом и Эриком Баи. Мы видели нечто подобное в исполнении Бастиана Швайнштайгера и Майкла Каррика в команде Луи Ван Галла в том сезоне, и в целом многие сейчас используют опорного полузащитника, именно вот, когда команда выдвигается вперед, он садится назад и держит одну линию с двумя центральными защитниками. Я думаю, я к прежнему считаю, что с более быстрыми командами Моруан Филойни в основе выходить не будет, и мы увидим наконец-то Моргана Шнайдерлина, но для того, чтобы Жузе посмотрел на Шнайдерлина в официальных матчах, нам нужно дождаться, пока придут к нам матчи Кубка Лиги и Лиги Европы. Я уверен, что там в первом же самом матче, будь то Кубок Лиги или Лиги Европы, первее, по-моему, Лиги Европы наступает, там Морган Шнайдерлин выйдет в первом же матче, я практически в этом уверен. И я по-прежнему считаю, что он будет идеальным партнером для Коля Погба, но пока что на основе того, что показывает Моруан Филойни, бельгиец видится очень хорошим партнером на данном этапе для звездного француза. Атакующая тройка, теперь начну слева, Антони Марсиаль выглядит немного потерянным, тем не менее, он быстрый, он обладает триблингом, немного не хватает ему какой-то уверенности в последнее время, не знаю, с чем это связано, может быть, еще форму не набрал. На мой взгляд, Марсиалью нужно забить один или два гола, чтобы он почувствовал вот то состояние, которое у него было в прошлом сезоне, когда команда играла на него, и он приносил команде пользу во многих матчах, выигрывая очки, как вот с Норвичем, я помню, был матч под Новый год, и, в общем-то, в финал Кубка Англии нас вывел Марсиаль. Я думаю, что Антони просто нужно забить, и тогда он станет потихоньку возвращаться на свой уровень. Насчет Уэйна Руни нету никаких сомнений у меня тоже. Выйдет обязательно англичанин в старте, потому что он наш гидер, он наш капитан. Он отдал голевую передачу во втором матче на Златно-Ибрагимовича на вес. Он забил гол в первом матче. КПД Руни пока что хороший. И он медленный, уже не такой резвый, нет у него былого удара, сильного, хотя я не знаю, куда это все делось. Но резкость, понятно, с возраста может теряться. Сила и точность удара мы вряд ли. Наверное, Руни должен тренироваться. Ну, я имею в виду именно эти аспекты тренировать чуть больше, чем он тренировал последние 2 или 3 года. Самое... Ну, про Златно-Ибрагимовича я вообще не говорю. Этот парень показывает, что зря его списали со счетов. И еще 2 или 3 года назад, когда он уходил в Парис-Анджервен, все думали, все, Златан поехал доигрывать. Ничего подобного. Златан заткнул всех критиков за пояс и продолжает это делать в Англии. Потому что после его переезда говорили, ой, Златан в Англии сдуется, он не сделан для этого. Ну, как не сделан? Он мощный форвард, габаритный, хорошо играет головой, умеет бороться с защитниками, бьет с обеих ног прекрасно. Плюс акробатические этюды можно такие демонстрировать. То есть, на Златана вот как-то возраст не действует. И это очень здорово. Плюс его харизма, конечно, это что-то потрясающее. Мы очень все рады, что Швед так начал. Будем надеяться, что он так же, как минимум, продолжит. Я имею в виду минимум гол в каждом матче. Так вот, самая позиция, которая вызывает вопросы, это правый полузащитник, или правый инсайт, или правый вингер. Тут, кто бы не вышел, бровка, так скажем, или позиция от этого хуже не станет. Потому что у нас есть три разных исполнителя. Если Хуан Мата играл больше инсайда и смещался вот сюда в центр, освобождая бровку, для Антонио Валенсии, то Джесси Лингер, когда он выходил в матче с Лестером, ну, он, кстати, тоже смещался сюда в центр, но вообще Джесси это игрок бровки. Если Мата смещался, я вам нарисую просто вот сюда, то Джесси Лингер будет играть больше вот сюда, ближе к угловому флажку. Есть еще Генрих Махитарян, который дебютировал на Ултрафорд в прошлую пятницу и достаточно неплохо отыграл свои 15 или 20 минут, сколько там у него было. И Генрих Махитарян, помимо того, что он может играть как Мата инсайда и смещаться сюда, освобождая бровку для Валенсии. И, кстати, Мата делал то же самое для смещения и Уэйна Руни вот сюда. Махитарян еще может играть вниз, то есть ближе к угловому флажку на бровке. То есть Махитарян, это, если хотите, такой симбиоз Джесси Лингерда и Хуана Маты, потому что армянин побыстрее, чем испанец и при этом более техничный, более разнообразный, более думающий игрок, нежели молодой Джесси. Не знаю, кто здесь выйдет в старте и даже не берусь предсказать. Допускаю, что это может с равной вероятностью быть любой из них, поэтому, если у вас есть своя позиция, оставляйте ее в комментариях, буду рад с вами ее обсудить и если кто-то окажется прав, будет очень здорово. Таким образом, вот такой вот состав получился у меня, если у вас есть свои варианты не только правой позиции, а также всего состава, смело оставляйте его в комментариях. Друзья, спасибо всем большое за внимание. С вами был Алексей, это был превью к матчу Халл-Сити Манчестер Юнайтед, к матчу третьего тура английской премьеры лиги сезона 2016-2017. Если вам нравится наш канал, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки и рекомендуйте его своим друзьям, чтобы наше сообщество российских болельщиков Манчестер Юнайтед росло с каждым днем. Все, болеем за Манчестер Юнайтед, как бонус вам кричалки про Златана Ибрагимовича и Генриха Махитаряна от английских болельщиков. До встречи в следующих эфирах. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok